Танк «Армата» должен был стать главной боевой машиной российской армии, ударной силой для прорыва обороны противника. Необитаемая башня, бронированная капсула экипажа, пушка калибром 125 мм, комплекс активной защиты «Афганит», радиопоглощающее покрытие «Терновник». Больше 10 лет пропаганда подчеркивала неуязвимость танка, который должен был привести в панику генералов и солдат НАТО. В реальности же при разработке и производстве танка возникли проблемы. Сроки поставок сдвигались. Первый показ танка широкой публики обернулся конфузом, заглох двигатель. Ну а после полномасштабного вторжения России в Украину оказалось, что к настоящим боевым действиям машина как будто бы не готова. По сообщениям государственных информагентств, весной 2023 года несколько танков применила российская боевая группировка «Юг», чтобы посмотреть, как они себя проявят в бою. После чего машины были выведены с передовой. Как позже заявит журналистом военный эксперт Института стран СНГ Владимир Евсеев, присутствие арматы в зоне СВО не обязательно, ведь это очень дорогой танк, нужный России для будущих войн. В этом видео мы попытаемся разобраться, почему долгожданный танк Т-14 так толком и не сошел с конвейера. Благодарим за помощь в подготовке материала российского военного эксперта, который предпочел сохранить анонимность. Вы на канале «Новая газета Европа». Будущее нам неизвестно, а о настоящем мы сейчас расскажем. Подписывайтесь, ставьте лайки. Ну а мы начинаем. Танк под кодовыми названиями «Объект-195» или «Танк Т-95» задумывался, как замена танку Т-90, введенному в эксплуатацию еще в 90-х. Главной проблемой Т-90, между прочим, самого продаваемого танка в 21 веке, оставались смежные отсеки между корпусом и башней. Стоило вражескому снаряду попасть в башню Т-90, как заложенный в ней боекомплект взрывался, не оставляя особых шансов на спасение экипажа. В новом Т-95 капсулу экипажа обещали сделать бронированный, попутно оснастив машину двигателем на полторы тысячи лошадиных сил, радиолокационным прицелом и тепловизором. Это танк нового поколения, в нем экипаж будет находиться в закрытой бронекапсуле, по сути это броня в броне, башня необитаемая. К середине нулевых разработка Т-95 казалось заглохла, но в 2008 году министр обороны Анатолий Сердюков анонсирует реформу вооруженных сил, а в 2009 Владимир Путин приезжает на совещание с руководством Уралвагонзавода. Полгода спустя начинается работа над Арматой или Т-14. В декабре 2009 года в Нижнем Тагиле прошло совещание председателя правительства Российской Федерации. На тот момент им был Владимир Путин и по вопросу об обеспечении оборонно-промышленным комплексом нового облика вооруженных сил Российской Федерации образцами бронетанковой автомобильной техники. В ходе известной Сердюковской реформы армии по результатам войны с Грузией современные на тот момент танки, которые имелись у Российской Федерации, уже очень сильно отставали от бронетанковых вооружений западных стран. В особенности от Германии, Франции и Соединенных Штатов. Результаты этого совещания легли в основу выработки технического задания на новый танк. Этот танк, по утверждениям военных аналитиков, уны которых уже давно будоражит Армата, они говорят о том, что будет мощнее американского Абрамса и мощнее немецкого Леопарда. Уже с первых месяцев разработки опытные военные высказывали сомнения в необходимости проекта. Генерал-полковник Сергей Маев, например, считал, что для нужд модернизации вооруженных сил достаточно было довести до конца проект танка Т-95. Иностранные специалисты прогнозировали, что серийное производство Арматы окажется слишком дорогим. Блин, вот этот танк, смотри, какой здоровый. Посмотри, он 190. Вот это Армата. Блин, пацанам, по-настоящему, Армата. Для обывателя весь этот шум вокруг Арматы – это, собственно, пиар. Вот эти ура-патриотические моменты. Как мы ух-ах, как мы доблестно надерем всему миру задницу. Специалисты трезвомыслящие прекрасно знали и наш технологический уровень, и уровень нашей промышленности, возможности нашей промышленности. Одно дело спроектировать, но можем ли мы ее делать массово? Банально, хватит ли у нас на это средств? И нужно ли это вообще? И для чего это нужно? При развале Советского Союза и потом при последующем реформировании были уничтожены практически все военно-научные организации. А если оставшимся в мире даются какие-нибудь задания, разработать что-то, какую-то концепцию, то эта работа у нас подгоняется не под государственный интерес, а под видение конкретного чиновника. Изначально предполагалось, что Армата станет модульным устройством. Тяжелая техника, как правило, состоит из разных компонентов. Бронированный корпус на шасси в зависимости от предназначения оборудуется башней с орудием или иными специальными механизмами, например, ковшом или лебедкой, если машина конвертируется в тягач. Одно из ключевых требований к подвижной платформе, чтобы ее конструкция была способна выдерживать установки с высокой массой, а двигатель мог сдвинуть огромную машину с места. Создав платформу, конструкторское бюро впоследствии разрабатывает целый класс тяжелой техники. По мнению нашего эксперта, параметры для платформы Арматы не были заданы изначально. Если раньше в СССР технические задания первично формировали полковники, закончившие Академию бронетанковых войск, перед этим командовали вплоть до полков, то есть имеющие реальный опыт командования довольно крупным соединением, они прекрасно понимали, что нужен для армии. Сейчас технические задания в первичном звене формируют блатные капитаны, для которых это проходной этап. Поблата попал в центральное управление, насмотрелся голливудских фильмов или еще какой-то научно-военной фантастики, нарисовал какую-то бумагу, непонятно на чем основанную, вот конструктора, делайте. Конструктора получают эту бумагу, говорят, мы вот это, вот это и вот это делать не сможем. Приходят к единому какому-то знаменателю, после чего начинают делать. За это время капитан получает майорские или подполковничьи звездочки, уходит на новую должность. И то изделие, которое он заказывал, под которое он формировал техническое задание, его уже не колышет. Это уже не его головная боль. Соответственно, ответственности за итоги разработки там тоже уже никто не несет. В своих пресс-релизах Минобороны особо подчеркивает, что Армата приспособлена к ведению сити-центричной войны. Это когда электронные системы различных видов войск объединяются в одну сеть, позволяя командованию в реальном времени оценивать обстановку на поле боя и отдавать приказы армейским формированиям, исходя из тактических задач. Василий Борисов, руководитель концерна «Созвездие», намекал, что цифровая система решает проблему с необходимостью массового применения техники. В данном случае речь идет о так называемой автоматизированной системе управления войсками. То есть, когда на экране планшета или монитора у командира отображается вся текущая ситуация, он видит, что происходит у соседей, где и как движутся соседние танки, соседние подразделения. Автоматически происходит обмен разведывательной информацией о противнике. Не видя противника, он может получать внешние целеуказания от беспилотника, от спутника или вышестоящего штаба, либо передать свою цель соседям. Такая система давно уже существует в НАТО. Ей успешно пользуются. У нас эта система разрабатывалась, вводилась в опытную эксплуатацию, но до конца так и не введена. Даже если терминалы этой системы стоят в Армате или в Т-90М на танке, то это не значит, что она работает. Она, по сути, не функциональна у нас. По сути, она должна охватывать глобально вооруженные силы, а такого системного подхода у нас нет. Не разработано еще. Поэтому в этом плане Армата, попади сейчас на поле боя, она будет использоваться сейчас как обычный танк. Так же, как 72-ка, не более того. Боевое орудие Арматы – 155-мм пушка. У старых Т-72 и Т-80 был такой же калибр, но создатели Арматы говорят о пушке нового поколения. За счет более высокой энергии выстрела она обладает большей пробивной способностью, обходя предшествующие модели примерно на 20-25%. Проблема в том, что на сегодня производство таких пушек сопровождается высоким процентом брака. Эксперты говорят о соотношении 1 к 5. Из 5, произведенных полностью рабочей, оказывается только одна. Мы массово эти пушки выпускать не можем. Процент брака при их производстве огромен. Из нескольких стволов у нас кондиционными получается 1. То есть мы 5-7 можем пустить в брак и только один получить кондиционный. То же самое с самой Арматой. Машина абсолютно новая. Под нее нужно новое производство. А те производственные линии, которые у нас есть сейчас на Уралвагонзаводе, они заточены под производство танков Т-72 и Т-90. Предполагалось, что будут построены новые цеха. Изначально под выпуск 195-й машины, ну а потом уже под Арматом. В итоге коробка цеха поставлена, она стоит пустая. Достроить ее не смогли, не успели. Денег разворовали и еще больше потеряли. Заживучесть танка отвлечает комплекс активной защиты. Обнаружив, что по танку запущена ракета или граната, система срабатывает и выстреливает контр-боеприпасом, который должен изменить траекторию вражеского снаряда, либо снизить его поражающую способность. Но и с обновленной системой защиты не все ладно, а ни на одной серийной машине она не установлена. Армата имеет комплекс активной защиты для противодействия вражеским птурам, противотанковым ракетным комплексам. Насколько он эффективен, доподлинно неизвестно. Потому что на испытаниях он показывает некие результаты. Но ни на одной серийной машине он не установлен. Недавно Шойгу посещал предприятие радиоэлектронной промышленности. Вот ему опять показывали элементы комплекса активной защиты АРНМ. Шойгу заявил, это нам надо, надо как можно быстрее, как можно больше. Где это все? У нас только бла-бла-бла. С чем это связано, я не знаю. Либо отсутствует комплектующая, либо комплекс еще сырой и недоработанный. Армата дорогой в производстве танк. Точная стоимость одной единицы составляет военную тайну. Однако, по оценкам экспертов, она равняется примерно 450 миллионам рублей. Для сравнения, один Т-90 стоит примерно 100-110 миллионов. В разные периоды Ростехоминобороны обещали, что при серийном производстве цена Т-14 снизится до 250-350 миллионов. Вот только наладить это серийное производство Уралвагонзавод до сих пор не в силах. В данный момент Уралвагонзавод выпускает танки Т-90 только потому, что он их может выпускать в каком-то приличном количестве. Еще больше он модернизирует 72-ки, потому что там не надо делать заново корпуса. А вот с Арматой, извините, дело в том, что это уже другие габариты. Это другой вес, элементарно. В существующих цехах нет кранового оборудования, которое могло бы спокойно работать с Арматой. Она может изготовляться, но может изготовляться таким полукустарным способом, не массово, а в единичных экземплярах. Соответственно, за то время, за которое делается одна Армата, можно было бы сделать, не знаю, десятки Т-90. Первый показ танка публики состоялся в 2015 году. 7 мая во время генеральной репетиции Парада Победы Армата заглохла прямо на Красной площади. В течение 10 минут к танку подогнали тягач, чтобы отбуксировать машину. Диктор объявил зрителям, что ситуация находится под контролем, а остановка была запланирована в качестве элемента шоу. Через какое-то время мотор удалось завести, и Армата самостоятельно уехала с площади. В последующие дни в прессе все же отметили, что танк действительно заглох, но руководство «Уралвагонзавода» сослалось на волнение водителям. До Украины Арматы добрались, предположительно, в начале 2023 года. Российская газета, ссылаясь на правоедный телеграм-канал, писала, что несколько Армат перебросили на испытательный полигон где-то на Донбассе для прохождения слаживания. В апреле РИА Новости объявили, что танк использовали для обстрела украинских позиций, а в июле информагентство отметили, что несколько машин применили в реальном бою. Но уже в августе их с передовой вывели, пообещав учесть недочеты и доработать танк. В начале марта Сергей Чемизов, глава Ростеха, заявил, что поставок Армат на войну в Украине ждать не стоит. Новая игрушка Минобороны оказалась слишком дорогой. Представители британской разведки в то же время прокомментировали слова Чемизова, добавив, что Россия и Ростех решили не рисковать и избежать потенциальных имиджевых потерь. Армата машина дорогая. Она не превосходит ни в чем, кроме защиты с олба. Да, выживаемость экипажа может быть чуть лучше. То есть, если в нее прилетит, то может у нее больше шансов, что экипаж останется живой. Хотя я тоже сомневаюсь. Поскольку знаю, что боевое отделение, там где стоит боевой модуль и боеукладку, у Арматы в корпусе, он отделен от так называемой бронированной капсулы внутренней перегородкой толщиной всего в несколько миллиметров. То есть, если рванет боеукладка у Арматы в корпусе, то, я думаю, экипажу тоже достанется. Ну, и машина большая. Какая надежность? Мы не знаем, насколько эти машины надежны. Обслуживание их, как я уже сказал, требует более высокой квалификации, более качественных горюче-смазочных материалов. А где все это взять во фронтовых условиях? Рабочий ресурс двигателя на Армате довольно низкий. Он равняется примерно 450 часам работы. После того, как двигатель вырабатывает этот срок, танку требуется диагностика и техническое обслуживание. Для него необходимы запчасти, а для их производства — производственные возможности, которых в нашей стране нет. Двигатель Арматы разрабатывался с конца 60-х в 70-е годы. Под новый двигатель нужны новые линии производства. Где их взять? Ресурс этого двигателя — порядка 450 часов. При том, что двигатель типа В-2 — 1000 лошадиных сил. Для танка Т-90А, который делался, у него порядка 700 часов. По ГОСТам. Современные ГОСТы, которые сейчас на вооружении, они требуют от танкового двигателя 1200 часов. То есть, даже хорошо освоенный, давно известный и отработанный этот вот тысячесидельный двигатель не соответствует нашим же российским ГОСТам. Если мы сравниваем с западными двигателями, там ресурсы полторы, тысяча восемьсот, две тысячи часов. Вот, вот как бы показатель. Платформа «Арматы» предполагает производство целой линейки техники. Бронированные машины пехоты Т-15, тяжелого тягача БРЭМ Т-16 и мобильного командного пункта. Руководство «Уралвагонзавода» заявляло о готовности выпустить свыше двух десятков различных модификаций. Но пока дело ограничилось только словами. Насколько я знаю, в БРЭМов у нас всего один или два выпущены. Опытные образцы. Что касается тяжелых БТРов, ну, примерно такая же ситуация. Их выпустили всего несколько штук для парадов, для испытаний. Дальше еще на базе тяжелого БТРа прорабатывался вопрос создания командно-штабной машины. По документам она шла как КШМ. По факту это пчленовоз. Ну, то есть лимузин на гусенице для высшего командного состава. Предполагалось создание таких машин для Путина, для Шойгу. Подразумевалась возможная ситуация, что из какого-то бункера нужно будет попасть на аэродром или еще как-то преодолевать при этом завалы, труднопроходимые участки местности, какие-то баррикады, какое-то сопротивление. Последние 10 лет Минобороны подчеркивает передовой характер собственного вооружения. Экипировка «Ратник-3» с экзоскелетом, роботизированные дроны. Оружие и инновации обычно иллюстрированы картинками из видеоигр, а вооруженные силы России изображаются как сверхсовременная армия. Но экзоскелеты и сверхмощные танки не добираются до воплощения в реальность, где принудительно мобилизованные россияне продолжают воевать, используя старые образцы вооружения и докупая экипировку в военторгах за свой счет, собирая деньги на нее подчас всей семьей. Вот с чем было все в порядке у господина Шойгу – это с пиаром. Пыль в глаза он пускать умел. Ну и находились люди, которые на этом делали деньги, подыгрывали. То есть всякие робособаки, закупленные на Алиэкспресс с привинченными гранатометами, то же самое с коптерами и так далее. Вот это уровень пиара, уровень пускания пыли в глаза. Когда дошло до реальной войны, оказалось, что ничего этого нет и в ближайшей перспективе не просматривается. Для производства каких-то реальных образцов необходимо создавать новое производство, либо его восстанавливать. А что вы думаете о новейших военных разработках России? О чем еще вы хотели бы узнать? Пишите в комментариях. Спасибо, что досмотрели это видео до конца. Оставайтесь с нами. Ваша новая газета Европа. Ваша новая газета Европа.